Тема нашего эфира называется «Основы моделирования». Этот эфир проводится для тех, кто уже прошел построение базовой конструкции. Добрый день, да. Кто прошел базовую конструкцию на женскую фигуру построения, да, по методу, что измерил, то и отложил, по моему способу кроя. И для тех, кто уже отшил макет, посмотрел, как эта конструкция наша выглядит, какие, может быть, дополнения, изменения надо туда внести, как правило, это касается тоже, так же, как и в мужской выкройке, не очень корректно снятых мерок. Если вы правильно снимаете мерки, особенно мерки баланса, да, то есть правильно измеряете ДТП и ДТС, в этом случае ваша выкройка всегда сидит на вас без косых заломов. Ну, а что касается глубины проймы, ширины плеча или ширины груди второй, или ширины спинки, это легко, или вообще ширина изделия, это очень легко поправить, потому что отрисовали пройму так, как вам нужно, вот и результат у нас поправился. Несколько историй было, когда у нас неправильно была снята мерка ШГ-2, и вот в этом месте получалась лишняя ткань, когда вот так вот, вот здесь вот получалась лишняя ткань при расправленных спокойно руках, то есть помним, что у нас обязательно должна проходить наша пройма через верхний уголок подмышечной впадины, вот через эту точку, не здесь и не здесь она должна быть, то есть на это влияет ширина мерки ШГ-2, правильно снятая мерочка ШГ-2, вы эту мерочку зачастую делаете немножко больше, чем нужно, то есть загоняете сантиметровую ленточку под мышку, и в результате на примерке мы видим вот здесь лишнюю ткань, ну и на спинке, ну это было буквально 2-3 случая, больше не было. Итак, давайте поговорим о том, что будет у нас в этом курсе. Курс – это тоже базовый по моделированию. Вы знаете, что весь процесс создания одежды состоит из четырех огромных, больших вот таких вот ступеней, шагов, этапов, как хотите это назовите. Первый этап – мы снимаем мерки, в этот момент мы изучаем тело, и результатом первого этапа у вас всегда будет техническое задание. Вы нарисовали технический же эскиз того, что вы будете шить, вы выписали туда мерки, вы выбрали прибавки, которые выбираются в соответствии с фасоном, с тканью, со свойствами ткани, с особенностями вашей фигуры, выбрали прибавочки, записали. После этого наступает второй этап. На втором этапе вы строите основу, вы строите базовую конструкцию, вот то, что мы сделали с вами в прошлый раз. Это еще не вся выкройка, потому что в конце этого построения у вас будет… Мы не шьем макеты, да? В конце этого построения у вас обязательно будет проверка, то есть наш любимый контроль – это шесть чисел, вы знаете, это бедра, это талия, это грудь, это ширина рукава, вертикальный диаметр пройма и высота оката рукава. Когда вот эти шесть контрольных чисел у вас все совпали, сошлись, вас устроили, вы приступаете к третьему этапу в создании нашей выкройки, окончательному этапу. Это в изменении базовой конструкции под любой нужный нам фасон. Так вот, на этом он называется моделирование, чем мы сегодня будем заниматься. В этом моделировании у нас, по-моему, семь-шесть занятий. Будут эти занятия проходить в течение семи недель. Первое занятие. А в итоге вот этого курса вы сможете шить, уже смоделировав под любой фасон, какое-то платье для себя. То есть не макет, а нормальное платье, летнее платье, весеннее платье. Кто что хочет. Жакеты, может быть, блузки какие-то, сарафаны. То есть любое изделие, какое вы хотели шить, вы сможете в конце этого занятия сделать под нашей, так сказать, проверкой. Итак, первое занятие у нас будет. Это перевод на грудной выточки, сборки, драпировки, защипы. Второе занятие. Асимметричный крой, подрезы, кокетки, американская пройма. Третье. Крой по косой, платье с запахом, качели. Четвертое. Правила выбора моделей, акценты, разбор примеров. Воротники. Пятое. Выбор индивидуального фасона, моделирование. И шестое. Индивидуальная примерка и доработка. Требования. Проверенная базовая конструкция и макет. Значит, смотрите. Опять, материала у вас очень много. Для того, чтобы вы... И опять же, он базовый, то есть он основной, он главный, где мы разбираем самые основные моменты, которые вам могут пригодиться. При реализации вашей фантазии, именно вашего фасона. Вы должны опираться на эти материалы и на эти требования. А не так, как у нас было в предыдущем потоке, когда наша барышня, ученица, придумала, что ей нужно такой фасон, которого нет вот в этих базовых наших учебных материалах, да? Но она его хочет. И она терзала меня целые сутки, пока она не получила то, что она хочет. Потому что для того, чтобы ответить ей на ее вопрос, мне нужно было взять в руки ткань, поставить камеру, свет, привлечь туда мужа и снять полноценный ролик по тому, как делать этот фасон. Мы все-таки с вами работаем над базовыми конструкциями и опираемся на те знания, которые вы уже наверняка умеете делать, на то, что вы умеете и знаете. Когда вы уже будете уметь делать все, что мы прошли, тогда уже в развитии этой темы, пожалуйста, вы можете, опираясь на них, придумывать себе какие-то другие фасоны. И в этом своем моделировании, в общем-то, очень много снято примеров у нас, те, которые вы можете применять для себя. То есть, опираясь уже, вам будет все там понятно, потому что вы пройдете базу. Вот в этом заключается цель нашего вот этого вот курса. Мы научимся понимать, на какую фигуру какая модель подходит. У меня с этим проблема. Ну, отчасти, видимо, да. Хотя ответ на этот вопрос не так прост. Чтобы понимать, на какую фигуру что вам подходит, нужно правильно выбирать пропорции, правильно выбирать форму вашего изделия. Мы об этом говорили, когда проходили нестандартные фигуры на женскую базовую конструкцию. Если у вас еще это с одной стороны, то есть можете туда вернуться, еще разочек просмотреть эти материалы. Потому что ваша задача, ну, сглаживание каких-то очень таких вот особенностей ярких. Если, например, у вас огромный верх и узкий при этом низ, то, конечно, низ надо сделать чуть-чуть пошире с помощью каких-то там вещей. Это не входит в моделирование. Моделирование мы подразумеваем, это все-таки работа с выкройкой, с базовой основой. Фасон вы уже нарисовали. А это ответ на вопрос в создании фасона. Вернее, я должна вас отправить на создание фасона. Создание фасона – это выбор формы прежде всего. Это уже немножечко другое. То есть этот курс направлен на моделирование. Моделирование – это работа с вашей базовой выкройкой, как реализовать тот фасон, который вы уже себе придумали для той или иной фигуры. Вот в этом будет заключаться наше моделирование. Что еще хочется сказать? Смотрите. У нас, многие из вас уже знакомы с этим и знаете, у нас есть замечательная помощница Катя, которая работает с нами вместе с Леночкой и помогает мне. Катя – прекрасный специалист и профессионал в своем деле. Она у нас профессиональный портной со стажем работы более 20 лет. У нее дипломы – портной верхней одежды, конструктор-модельер, дополнительное образование, корсеты и свадебное платье. И самое главное, Катя – замечательный, отзывчивый, доброй души человек. Она очень оперативна. Не знаю, где она находит время, я просто поражаюсь. Пока я доберусь до нашего чата, я смотрю, Катюша уже меня определила, опередила и практически на все вопросы успела ответить. Очень я ей благодарна за такое ее участие. И мы решили с Леночкой пригласить ее к нам в команду, и она потихонечку будет мне помогать проверять ваши работы. Но Катюша будет проверять ваши работы в части учебных примеров пока что. То есть все работы, которые будут выполняться вами на своей мерочке, по своим фигуркам, по своим платьицам, это буду проверять по-прежнему я, как и делала это раньше. Что вам нужно будет делать? Вам нужно будет, как всегда, повторять вместе со мной ровно то же, что делаю я в кадре. Открываете урок, открываете, смотрите видео. То перед вами циркуль, карандаш, лекала, линеечка закройщика, ваша тетрадка. Вы берете те мерочки, которые я беру, и начинаете вместе со мной все это строить. После того, как вы просмотрели урок и все построили, вы отсылаете это в чат на проверку. Немножечко меняться будет наша организационная часть. Мы попытаемся работать вот так вот в чате. То есть вы будете отсылать это не мне на проверочку, а будете отсылать это в тот чат, который организовала для нас Леночка. И в этом чате Катюша будет все смотреть. Она будет смотреть. Если что-то будет не так, она будет вам там же и отвечать. То есть она не будет прыгать по вам, по всем, по телеграмму, как я это сейчас делаю. Она будет открывать один чат тогда, когда ей удобно, и отвечать на все вопросы или проверять все те работы, которые вы туда будете скидывать. Понятно? То есть будем работать через чат. Организовали чат. Когда у нас этот курс закончится, мы чат этот закроем. Или, может быть, чат будет открыт для вас, для тех, кто хочет туда вернуться. А наше участие Катя уже там проверять ничего не будет, когда выйдет время. Это еще делается для того, чтобы не растягивались, как сейчас, ваши работы. Так как кто-то из вас заболел, уехал в командировку, по каким-то другим причинам сильно отстал, до сих пор они присылают мне ваши работы, хотя уже время закончилось давно, и я продолжаю с ними работать. И, конечно, вы понимаете, что нагрузка все время накладывается, 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 и все это получается не так просто. Я, конечно, не могу никому отказать и не буду никому отказывать. Я доработаю с вами с каждым, но давайте уже все-таки время выдерживать, дисциплинированно будем работать, чтобы количество желающих растет, чтобы мы могли поработать как можно с большим количеством людей и как можно большему количеству помочь. Вот, собственно говоря, что мне хотелось вам сказать. Так, что еще тут Леночка мне пишет? Новое. Все добавлены в отдельный чат, все работы присылаем туда, все комментарии в одном месте, работать станет удобнее. С вами связь останется, работы по своим меркам проверяю я. А да, оплата, возможно, поурочная, то есть шесть занятий, шесть уроков. Стоимость одного занятия – 1300. Бонус – это урок по воротникам в подарок. Фото работ девочек и фото того, что моделируем, можно посмотреть по ссылке. Значит, сейчас я вам покажу. У нас уже это второй поток идет, поэтому я вам покажу, что девочки, например, себе сшили на первом потоке. Что сшили девушки первого потока – это осень 2022 года. Давайте посмотрим. Вот это наша Варечка. Первое ее платье, которое она сшила себе, вот так вот из джинсовой ткани выглядит. И прислала нам работу. Так, это уже не написано, кто у нас идет. Сейчас посмотрим. Лена. Так, переслана. Не знаю кто. Анна, наверное. Вот такое вот, такая у нее, такое платье. Посмотрите, платье-рубашка, нагрудная выточка из плечевого шва, застежка, пола, воротничок, рукавчик три четверти и кармашки. Вот такая у нее выкройка получилась, она смоделировала. То есть это базовая конструкция плюс моделирование. Очень хорошо, когда плечевая выточка находится в горловинке. Смотрите, она и обрабатывается легче, и сидит лучше, и не мешает нам при обработке плечевого среза. И посмотрите, какое хорошенькое платьице получилось. Из хлопка, из какого-то, похоже на муслин. Не знаю, какая ткань. Видите как? Очень хорошая работа. Почему нет? Платье-рубашка. Так, вот следующая девочка у нас, полненькая, да? Какое хорошенькое она себе, моложавая такая, молодая женщина. Вот такое вот интересное платье, с таким необычным низом она себе сделала. Удобное, комфортное, как хотела, так и сделала. Магазин не пойдет и такое не купит. Вот какое платьице получилось. Посмотрите, какая посадочка хорошая. Когда, а это какое платье. Очень сложная фигура с выступом животика. Посмотрите, какая сложная фигура и как оно сидит хорошо. Это Мариан, по-моему, работа у нас. Вот такая вот. Но ни одного заломчика нет. Посмотрите, спинка какая. Разные плечики. Вот такой был фасон. Видите, какой фасон интересный. Тема защипов вот здесь использовалась. Вот это моделирование показано. То, чему вы будете учиться. Вот этому вы будете учиться на этом курсе. Так, еще вот такое вот платьице. Посмотрите, какое. Сейчас посмотрим на него. Вот такое вот моделирование на кокетке. Отрезная кокеточка. Карман, видимо. В рельефчик какой-то есть. Ага. Вот, смотрите, полненькая фигурка. Как хорошо сделано все. Подрез под грудью. Складочки, которые никак попало заложено за щипы, да? Они немножко заметаны в верхней части. То есть они убирают лишний объем. Не добавляют вот этого животика. Складки вверху. Вот эту вот примерочку она нам показала. Приколола рукавчик. Рукавчик хороший. Так. Ткань-футер. Вот такое платьице у нас есть. Было отшито в прошлый раз. Вот такой вот костюмчик. А, это платье. Это платье из ткани компаньоны. Рукавчики и какая-то отделочка. Это рукав реглан, по-моему. Вот такое вот. Реглан. Нет, не реглан. Что-то другое там было. Но неважно. Смотрите, какая тоже кофточка повторяется. Повторяется, да? Тоже вот это наше моделирование. Из трикотажика какого-то сделано. Вот это платьице. Вот это наши работы. Посмотрите, какая красота. Недавно буквально прислали. Вот такое платьице есть. Цветная ткань. Плоховато видно какие-то конструктивные элементы. Но тем не менее, чем больше, ярче ваша ткань, тем меньше видно каких-то конструктивных швов. И поэтому особенно мудрить с фасоном не нужно. Вот на таких тканях, пожалуйста, они решаются на форме. Правильно выбираете форму своего изделия. И все. И работа у нас прекрасно выполнена. Ну и вот это было последнее, что Леночка нам подготовила. Так что, девочки, давайте настраиваемся на работу. Всем вам вдохновения. Радости от ваших успехов, да? А мы, как можем, будем вам помогать. Галина Леонидовна, что нужно, чтобы получить сертификат? Нужно пройти все наши обучающие курсы. Вот когда они у нас закончатся, следующая тема у нас будет, сегодня мы будем говорить рубашечный рукав. Когда вы пройдете все обучающие курсы, когда я посмотрю на ваши работы, тогда я уже по итогу ваших работ буду решать, кому выдавать этот сертификат, кому не выдавать. Выдавать всем подряд, я думаю, тоже не имеет смысла. Потому что многие до сих пор не слышат главного, не слышат главного и не получают, поэтому, тех результатов, которые мы бы хотели, чтобы у них появились. Поэтому все учатся по-разному. Это как в школе. Для того, чтобы я могла гарантировать ваши успехи в дальнейшем, я должна быть спокойна и уверена, что вы у меня все делаете профессионально, мои хорошие. Несмотря на то, что мы вот в таком вот вами формате работаем, научимся мы с вами очень точному, хорошему, профессиональному крою. Поэтому сертификат выдадим всем абсолютно, кто будет достоин, так сказать, этого, и кто будет его у нас просить. Будем решать этот вопрос индивидуально с каждым, отсматривать еще разочек ваши работы, ваши чертежи. Если у меня будут к ним какие-то вопросы, значит, я попрошу эти вопросы снять. И тогда уже мы решим, выдавать вам сертификат или не выдавать. Потому что я буду отвечать, вы будете работать с другими людьми, и я должна отвечать за ваше качество работы. Ну вот как-то так. Ну что, мои дорогие, по этой теме у нас как бы все. Ну, если какие-то темы проходили самостоятельно, значит, мне нужно показать результат ваших работ. Это, как правило, тема такая-то, ТЗ такое-то, мерки, прибавки, рисунок. Результат такой-то. В идеале это хотя бы макет отшитого изделия, чтобы я его видела. Понятно? То есть, пожалуйста, это вам не трудно повторить, если вы самостоятельно это проходили. У вас все эти работы есть, они выполнены. Только оформите их так, чтобы это было не все подряд ваши работы, а именно результат. Я должна посмотреть результат. Я ведь сразу увижу, прониклись вы этой темой, все ли вы там поняли, хорошо ли это все достаточно выполнено или нет. То есть вот в таком индивидуальном порядке будем решать эти вопросы. Пожалуйста. Нурия, следующая встреча, когда будет? Следующая встреча по теме моделирования будет через неделю. Мы по-прежнему встречаемся с вами по пятницам. Первое задание вам дается на неделю. Вы его выполняете, скидываете в чат свои работы, их Катюша проверяет. Когда она скажет, что работа ее устраивает, вы пересылаете эти работы уже Леночке. Попробуем работать вот в таком формате. А Лена собирает их в одном месте и посылает их мне, как результат ваших работ. Ну и там будем смотреть, во что это будет выливаться. Может быть, выборочно будем это делать. Может быть, наоборот, будем разбирать на следующий урок какие-то характерные для вас ошибки. Хотя, когда вы работаете вместе со мной, тогда ошибок у вас, как правило, и нет. То есть вы делаете все очень достойно и очень хорошо. Всякие неприятности у вас появляются позже, когда вы переходите уже на свои мерочки. И тогда у нас, так как фигуры все не однотипные, не условно-типовые, там получается, конечно, много вопросов, которые нужно снимать, с которыми надо работать вот так, вот как я работаю с вами. Иногда по многу раз мы ведем с вами переписку, пока эту линию нарисуем такой, какая бы устраивала меня, как консультанта вашего, как куратора в вашей работе.